Привет, детишки! Некоторые из вас любят ворчать на то, что, мол, задолбал я с этими так называемыми игрореликтами, которые вышли аж целых три года назад или пять лет назад. Мол, какие же это нафиг реликты, если они совсем новые по стандартным меркам? Ну, сорок выпусков назад я говорил, что в слово реликт я вкладываю скорее уникальность и неповторимость чего-то, хотя это не совсем верно с точки зрения изначального значения слова. Но так или иначе, сегодня я откопал для вас настоящий реликт, не придерешься. Этому артефакту аж на тридцать лет. Тридцать лет. Некоторым из вас, вероятно, стальки сейчас даже нет. Согласитесь, это очень почетный возраст. Ну, по крайней мере, для игры. Некоторые из вас, возможно, вспомнят, что в 2020 году вышла игра с названием Battle Tots. Это был ребут, перезапуск серии, осовремененный настолько, что от взгляда на эту богомерзкую поделку для подростков хочется волком быть. Какое счастье, что настоящая серия боевых жаб не имеет отношения к этой дряни. Сегодня речь пойдет именно о них. А теперь позвольте маленькое вступление. Когда я говорю о подростках, я не имею в виду негативную характеристику. Я просто констатирую факт. Точно для такой же аудитории выходили оригинальные Battle Tots. Даже более того, еще и для детей. Все потому, что именно дети и подростки в те времена выклянчивали у родителей эти величайшие подарки. Dendy или даже Sega. Возможно, они как-то по-другому назывались, но мы их называли Dendy и Sega. Взрослые в те времена играли мало и не в это. Игровая культура тогда еще не сформировалась, индустрия также находилась лишь в зародышевой стадии. Все было очень примитивно и доисторически того, и гляди мимо проползет Трилобит, потому как на дворе аж на 1991 год. Именно в этот год вышла первая игра серии, которая так и называлась Battle Tots или же Боевые жабы. Случилось это летом, как раз на каникулах, когда дети вроде как свободны и могут отдаться игре полностью. И по своей идее игра была этаким ответом на вышедшую двумя годами ранее игру про черепашек-ниндзя. Не менее шедевральный, кстати, артефакт. Ну и захотели, значит, создатели сделать этакую ответку вот этим вот самым черепашкам. Сделали, короче, жаб. Черепахи, жабы, какая, мол, разница? А там у нас будет покруче. И действительно, проект получился очень-очень интересным. На Википедии об этом событии пишут, что, мол, оценки в основном положительные. Критики хвалили графику и бла-бла-бла. Я не сомневаюсь, конечно, что они хвалили графику. Но, знаете, даже не будучи так называемым графодрочером, а будучи даже наоборот человеком весьма терпимым к старой или даже условной графике и стилистике, вот даже будучи таким человеком, ты все равно утыкаешься в определенный временной порог. Беря эталонные игры, которые не халтурили в свое время, мы можем, не кривя душой, говорить, что графика десятилетней давности вполне нормальна. Иногда даже пятнадцатилетний, но это должен был быть прорыв в свое время. Либо же с некоторой натяжкой можем говорить такое. Мы сильно кривим душонкой, когда говорим, что именно графика и дизайн игр двадцатилетней давности хороши даже сейчас. Конечно, они хороши, но по совсем иным мерилам. А по нынешним это просто дно индустрии. А уж говорить о качестве графики или дизайна игр тридцатилетней давности, или даже просто игр, находящихся за порогом двухтысячных, это надо быть на какой-то особой волне. Ну, критикам так или иначе приходится это делать. В те времена были совсем иные понятия графики, иные понятия дизайна, и самое главное, иные понятия геймплея, и как вытекающее понятие хардкорности. По своему опыту могу сказать, что понятие хардкорности в те времена не было вообще как вида. Была просто одинаковая в корне геймдизайнерская мысль, делящаяся на набор геймплейных решений, которые и тогда-то смотрелись очень муторно, сложно, зачастую искусственно усложненно, неудобно, время затратно. А уж сейчас на это без слез вообще не взглянешь. Позже, десятилетия спустя, эта дизайнерская мысль мутировала в целый культ хардкора, когда любое несбалансированное говно, в котором разработчики решили не запариваться над удобством игры, оправдывают хардкором, а в то время такими были все игры. И будет неправильно сказать, что, мол, играли и не ныли. Еще как ныли, но тут два пункта. Во-первых, подавляющее большинство игроков в силу возраста были непритязательными, с неразвитым вкусом, в том числе в силу отсутствия пресловутого жизненного опыта и игрового, в том числе, опыта. Во-вторых, какие были альтернативы? Легких игр не было, удобных игр не было. Точнее, были, но даже они и были лишь чуть-чуть легче и удобнее. К слову, из первого пункта вытекает еще один интересный момент. У подростков, и особенно у детей, как правило, было море свободного времени, просто океан. И часто именно на этом основана наша ностальгия. Мало обязанностей, куча благ и целые вагоны времени. И мы могли не то что неделями, мы могли месяцами, а то и годами даже проходить одну и ту же игру в детстве. Это и сейчас осталось в качестве рудимента в том самом культе хардкора. Обязательно найдется какой-нибудь Васян, которому легко пробежать условный Dark Souls за полчаса. Или освоить миллион параметров фреймворда. Да не проблема на самом-то деле, садись, изучай все это месяц, два, три. И беда в том, что уже нет столько времени. Мы и взрослые стали, ну, большая часть во всяком случае, да? И индустрия разогналась до космических скоростей. Масштабные игры выходят быстрее, чем в них успеваешь играть. Обзорщики уже зубы сточили в порошок, пытаясь поиграть во все это сразу и рассказать обо всем этом зрителям. Из-за чего ощущение от игры у них притупляется или вовсе пропадает. Это целая болезнь современности. Тогда мы этим не страдали. Мы мало того, что подолгу играли в игры, мы также подолгу еще и друг другу о них рассказывали. Восхищаясь жеваным пережеванным словно в первый раз. Как же хорошо иногда быть подростком, правда? И, честно говоря, садясь за Батл Тодд столько лет спустя, я не был до конца уверен, что игра сохранила все тот же колорит. Как же я ошибался. Батл Тодд его полностью сохранила и пронесла сквозь годы. Хоть взгляд на игру и как и на мир в целом уже совсем иной, жабы все те же. Да, описать геймплей тут можно в двух словах. Ибо концепция проста до безобразия. Ты играешь за боевую жабу по имени Рэш. Если с тобой играет твой друг, то он играет тоже за боевую жабу по имени Зитц. Это я узнал спустя много-много лет. Тогда мы имен не знали. Просто одна жаба в очках, другая без очков. В общем, мы сражаемся с врагами, которых на нас натравливает темная королева, гипертрофированная мансипа с пятым размером навыка соблазнения. В начале каждого уровня она говорит, какие мы все никчемные. После чего вылезает какой-то грач в очках и говорит, мол, да пошла ты нахер, щас жабы всем люля-кебаб пропишут по самые помидоры. И мы идем прописывать. Потому что спорить с грачом себе дороже. А то вдруг еще и нам тоже пропишут. Если что, я понятия. Не имею что-то на самом деле о ней говорят в диалогах. Меня это никогда не интересовало. Ни тогда, ни сейчас. Может они вообще друг другу в любви признаются и просто никак не могут встретиться. Не знаю. А жабы тут просто так вообще проходили мимо. Неважно. Вот начинается первый уровень. Ну, что? У кого свил оудскулы, признавайтесь? Сразу бросается в глаза? Нет, не двухкнопочный геймплей. А вот эти две свиньи, которые спешат начистить репу. И уже потом двухкнопочный геймплей. В буквальном смысле. Удар и прыжок. Если дважды нажать движение, то можно взять разбег. И тогда смачно с разбегу отвесить люля. В эти моменты у жабы явно увеличиваются кулаки или ботинки, за что серия очень любима подростками. Тогда это была жесть. Сейчас это все еще забавно на самом-то деле. Все кажется очень простым, особенно бой. Однако система очередности ударов так не считает. Она работает такое ощущение, что когда как. Когда-то в твою пользу, а когда-то в пользу противника. Казалось бы, вот сейчас я должен начать серию ударов. Но нет, фиг тебе. Ты тут же получаешь сам по морде серию ударов. Иногда это усугубляется тем, что толерантность противников здесь тоже весьма странная. Обычно есть два их состояния. Нападают толпой и нападают поодиночке. А здесь вообще как придется. В целом видно, что враги подходят по одному и ждут, если бьют не его. С другой стороны, нередко, если они заранее оказались поблизости, они также начинают атаку и в итоге тебе в 2-3 смычка очень быстро отоваривают. Отлететь в реанимацию тут проще простого. На самом деле, что твоя жаба, что словно свинья с топором, твой враг, в равных условиях. Обычно проходит сперва серия легких ударов, состоящая из пяти таких вот ударов. А затем последний сильный. Все потому, что жизненная полоска тут состоит из шести квадратиков. Один квадратик это один, иногда в редких случаях два удара. Все просто. Но это работает не только с нашим персонажем, но и с любыми врагами, кроме некоторых исключений. В итоге, если ты пропустил серию ударов, то в лучшем случае это нокдаун, в худшем минус жизнь. Жизни здесь 5. Это сердечки. 5 раз разбил сердечко жабе, жаба грустит. И начинается экран проигрыша, классический для игр тех лет. Надо нажать старт и продолжить. Либо выключить игру, бросить джойстик в телевизор и убежать на улицу, бить палкой травой и кататься на велосипеде без рук, потому что с руками любой дурак может, а без рук только один дурак ты. Если ты выбрал продолжить, то уровень загружается уже не из чекпоинта, как в случае потери сердечка, хотя это тоже актуально не для каждого уровня, а с самого начала. Ну и количество возможных попыток продолжить ограничено. Это тоже беда тех лет. Эти мерзкие континью, будь они неладные. То есть все упирается в стандартную упоротую сложность. Подавляющее большинство игр тех лет проходились тем же методом, что действовал Николас Кейдж в фильме Грань будущего. Это только со стороны все выглядит классно. На деле игрок просто запоминал, в какой момент кто или что с какой стороны появится. И поэтому продвижение вперед подразумевало множество смертей. И какое совпадение, мы как раз готовы были посидеть за этой игрой месяцок, другой, третий, четвертый, пятый. Плохо ли это? Нет, это замечательно. Для тех времен это замечательно. Мы заучивали комбу в Mortal Kombat, заучивали появление стеночек на гонках. Это и была основная стратегия прохождения всех игр в принципе. К сожалению, спустя 30 лет именно поэтому очень трудно возвращаться к играм подобного возраста. А вовсе не потому, что они графически выглядят не очень. На самом деле на графику вообще внимания не обращаешь, так как любой понимает, куда и зачем он шел. Правда ведь? А дизайн все-таки берет свое. Battle Tots действительно очень адреналиновая и веселая игра. Имея примитивную боевку, она умудряется брать разнообразием ситуации. Например, первый уровень это 2D платформер с перспективой. То есть персонаж бежит не по линии, обозначающей пол, а может уходить в перспективу как по полю. Притом на карте есть и возвышенности. Здесь ты посражаешься со свиньями, они ведь свиньи, да? И с дракончиками их, кстати, можно оседлать. И попытаешься сожрать бабочек. Очень кривая механика, к слову. Поймать хотя бы одно и то же целое приключение. Одна бабочка это один квадратик жизни в копилку. Кстати, мыля морды врага, мы получаем очки. И накопив определенную сумму, можно отхватить одно сердечко, что радует. Ну и отвлекся. А в конце, значит, босс. Босс легкий, но все же он есть. Все-таки это первый уровень. И вот уровень второй, и оба, на геймплей меняется. Теперь он вертикальный. Мы спускаемся по веревке в жерло вулкана или, не знаю, в яму. Неважно. Летают вороны, на которых можно весело набивать жизни, выбивая из них перья. Всякие росянки к тебе тянутся. Третий уровень вроде тоже перспективный платформер с островами. Но лишь наполовину, ведь вторая половина... Да. Да, вы и сами все знаете. Гонки. Те самые гонки. Вообще, в этой игре гонок, если не ошибаюсь, как минимум еще две. И они еще сложнее, но... Я, конечно, могу лишь предполагать. Но я почему-то уверен, что запомнились в основном именно эти гонки по причине того, что дальше них мало кто проходил. Хотя, конечно, говорили-то разные, сейчас говорят. Но думаю, что мало кто проходил дальше. Конечно, были такие, но среди моих знакомых таких нет. Да и сам я тоже никогда особо-то дальше не проходил. Потому что эти гонки это нечто. К сожалению, в таких вот сложных моментах идиотские геймплейные механики бесит особенно. Ладно, ты зубным скрипом запомнил, как подходить к трамплинам. Ладно. Запомнил, что нужно прыгать иногда и самостоятельно. Хорошо. Но порой ты просто улетаешь за край. Хотя так просто не должно быть. Ты даже не прижимался к нему. Особенно весело было играть в это вдвоем, когда тебе улыбается удача, и ты ни во что вдруг не врежаешься, пролетев как шумахер, да? Но это, видимо, удача не столько тебе улыбнулась, сколько просто повернулась к тебе лицом, показав при этом жопу твоему соседу, который тут же во что-то вылетает. Это какое-то правило зеркального дуализма в Battle Tots. Не помню, чтобы хоть раз было иначе. Следующий уровень, и вот уже классический платформер без перспективы. Обычный 2D. Следующий, или через один, не знаю, и уже снова гонки, потом змеи, мой любимый уровень и по совместительству последний, куда я доходил, включая прохождение для обзора. Даже с наличием сохранения на эмуляторе я слишком отвык от такого хтонического осянства, чтобы ради показа нескольких локаций, на которые всем пофиг, потому что вышла игра Икс, и нужно играть в нее, а не в замшелые шедевры. В общем, из-за этого портить себе нервы и тратить время я не стал. Все потому, что, скажу я вам, никакие Dark Souls, легкие, кстати, никакие Bloodborne, да хрен с ним с этими Bloodborne, я не уверен даже, что Super Meat Boy сравнится с Battle Tots и, в принципе, с играми тех лет на Dendy или Sega. Сколько нервов мне вымотала эта игра, увы, в основном двумя моментами. Кривоватостью, откровенно кривоватостью, и это, кстати, актуально, наверное, для всех игр, опять же, тех лет, и тем самым подходом к прохождению, что тоже актуально для многих игр тех лет. Или вообще даже почти для всех, ну да, времена такие, что уж поделать. И это даже не причуды эмулятора, в оригинале все было точно так же, просто нам было плевать, ибо, ну а во что еще играть? Не, было, конечно, во что-то, те же Черепашки-Ниндзя, Рыбако против Терминатора, та игра против Тюнс, вообще, короче, не важно, во что хочешь, то играй, но не так уж, чтобы большой у нас был выбор на самом-то деле. О, еще Червяк Джим был шикарный, но это вообще другая тема для разговора, но если вам показалось, что я сейчас дал негативную характеристику игре, поверьте, это не так. Да, нервов я намотал изрядно, прорался в сласть, проматерился за пятерых сапожников на год вперед, но сколько при этом я получил удовольствия не описать. И дело даже не в ностальгии, уж поверьте, игра действительно интересная, условия меняются постоянно, к смене перспектив прибавьте еще и смену некоторых мелких условий, то значит мы на змеях, где нельзя касаться пола, там шипы, зато нет врагов, то значит ты на льду скользишь как сука, и тебя снайперски обстреливают снеговики из-за края экрана так, что серебряные рыцари Анорландо просто стоят и мотают на вуз как надо, то наземные приключения сменяются гонками, притом разными автомобильными, лавовыми, водными, с разными скоростями, препятствиями, появляются боссы, мини-боссы, а не забывайте еще и про порталы, они появляются на короткое время и в них не попасть, если не знать о них заранее, через них можно проскочить сквозь уровни. Например, я именно так и пропустил ледяной, потому как даже с загрузкой и сохранением я просто упарился в бесконечных попытках пройти каждый экран локации, а таких лазеек тут в достатке. Притом игра умудряется быть как смешной со всеми этими кулаками и избиванием крыс в землю, так и одновременно достаточно брутальной, тут бесконечный мордобой и жесть на каждом шагу. Ну и плюс гипертрофированные достоинства, да, игра настолько жестила, что вышедшее продолжение стало заметно проще. Кстати о нем, оно вышло спустя два года и называлось Battletoads and Double Dragon. Не трудно понять, если помнить о тех временах, что это объединение двух, скажем так, вселенных. Была игра Double Dragon, где использовалась та же механика, только с немного другим уклоном братья Билли и Джимми Ли, и сбивали мужиков, насаживая их на палки, я имею ввиду палки, именно палки, забивая их в землю, да, и конечно же они мутузили баб смачно, оттаскивая их за волосы и колотя по колокольным башенкам, короче. Игра, кстати, тоже достойна внимания, и вот на землю, значит, надвигается пиздец. Что же это, бетеорит? Жнецы? Может быть, ктулху? Нет нихрена подобного. Это все та же сексуальная темная королева, которой настучали по булкам в конце Battletoads, но она, судя по всему, любит BDSM, и ей явно мало. Она снаряжает корабль и летит к земле, и теперь боевые жабы объединяются с братьями-драконами, чтобы ее остановить. Ведь помню, я очень просил маму купить метод-картридж, и на Новый год я таки нашел его под елочкой. Как же я был рад. Хотя сейчас на меня могут оскалиться некоторые личности, и я их не понимаю. Видите ли, BattleJabs и Double Penetration стал намного удобнее и менее жестче. А значит, что? Правильно, значит, менее хардкорным. По мнению кого? Конечно, по мнению тех, кто считает такое вот васянство хардкором. И если в детстве это было обусловлено возрастом, и подростки по праву честовали тех, кто проходил при нас без ошибок игры, то спустя десятилетия, когда даже самым молодым игрокам, заставшим выход Battle Tots, пошел уже четвертый, сука, десяток, да? Чем вызвана ярость, если ты смеешь играть в нехардкорный Double Dragon, мне непонятно совершенно. А между тем игра стала еще интереснее, на самом-то деле. Появился выбор персонажа. Можно выбрать любую из трех жаб, при том Пимпл, который по лору в первой части был, оказывается, в плену. Он выделяется размером и цветом, ну а братья, они, в общем-то, близнецы. На деле же жаба перемещается быстрее, а братья сильнее бьют ногой в полете на манер Люкенга. Это я узнал при написании сценария для обзора, раньше я не был в курсе, и мне, честно говоря, плевать даже сейчас. Но разве это не радует? Игра стала разнообразнее. Появилась возможность на многих уровнях свеситься с уступой и сражаться с подлезающими врагами, или скидывать их. Появились ловушки, руки на первом уровне, или третий этап. Динамика сильно снизилась. Жабы не бегают медленнее, нет. Просто все, будто не так быстро движется, как раньше. Требуется уже не такая реакция, и ты больше не чувствуешь себя загнанной собакой. Притом, сложность никуда не делась, правила все те же. Никуда не делись и боссы, даже наоборот, они здесь теперь в конце каждого уровня. В заставке нам показывают его, он весь на папосе, говорит, что наш дом труба шатал. А после его зверского избиения нам снова показывают в виде заставки его окровавленную побитую рожу всю в синяках. Прибавьте к этому гипертрофированных мансипа, которых мы напинываем по сиськам, держа за волосы. И вы получаете весьма эксцентричную игру по нынешним лицемерным меркам, по которым сегодня она бы не вышла никогда. А знаете, что бы вышло вместо нее? Вышла бы Battle Tots 2020 года. Да, шикарное предложение. Кроме того, на месте и смена геймплея. То отстреливайся, значит, в космосе, то закидывай гранатами мужика, то снова гоняйся на байках, теперь еще и попутно сражаясь прямо на ходу, пиная ногой по мордам таким вот вражинам. Все это подкрепляется улучшенным взаимодействием с объектами. Врагов теперь редко просто бьют по морде, как в первой игре. Их пару раз ударив, хватает за волосы, забивает в землю, насаживает на палку и отправляет в полет, как бейсбольный мяч. Берут на руки и выкидывают, или просто хватает за шиворот и чистит физиономию. Часть этого было в Battle Tots раньше, но использовалось заметно реже, а тут же это в порядке вещей. И при том, жабы и драконы взаимодействуют по-разному с врагами, что добавляет, разумеется, свои изюминки. Вот так и проходило ваше детство. Верно ведь? Я лично познакомился с жабами значительно позже, в начале нулевых, за пару-тройку лет до появления компьютера. Это никак не повлияло на впечатление, и спустя годы я вспоминаю Battle Tots, как не только о приятном времени, который не вернешь, но и как о классной, хоть и упоротой в щи игре, в которую, благо, легко можно поиграть даже сейчас, скачав любой эмулятор. Только совет, не используйте Fusion, фиг с ними, с фильтрами, думаю, их полно везде, да и графика здесь не главное. Смотрите, чтобы управление можно было перенастраивать, а то, знаете ли, трудно, поиграв в Battle Tots, потом играть во вторую часть, учитывая, что там поменяли местами кнопки, либо это чутит мой геймпад. К слову, вряд ли, конечно, но если вдруг, вот вдруг у вас завалялся старый джойстик от Dendy или Sega, лучше играйте с ним. Ни разу не подводивший меня за 10 лет геймпад от Xbox 360 явно фигово работает с играми бородатых годов, потому что, ну, все-таки стики это стики, а на стрелке переназначить почему-то нельзя никак. Ну и поищите тот эмулятор, на котором работают быстрые сохранения и загрузки. Не надо выпендриваться, мол, хардкор на то и хардкор. Выбор, конечно, за вами, но не зазорно пользоваться помощью там, где это возможно. Главное ведь удовольствие от игры, верно? Когда-то под елкой я нашел подарок от мамы. Battle Tots and Double Dragon. Это случилось перед Новым Годом, поэтому сейчас поиграть в них для меня было приятным и знаковым моментом. И пусть недолго, мне много и не надо. Это так, глоток детства и булочка хардкора. И если вы проголодались от всей души, советую вам попробовать это самое блюдо. Я, конечно, не сомелье, но уверен, вам понравится. Главное, не подавитесь. Главное, не подавитесь.